итак снова здравствуйте значит мне тут уже под видео роликом написали кучу различной глупости типа если ты возьмешь типа обычный кусочек железа и графита и получишь то же самое но ребята смотрите вот я взял обычную соль дистиллированную воду так как она у меня есть количество воды я налил столько же электрод железный тот же графит тот же но и чем и видим 0 9 вольта ну почти 1 вольт вода и соль плюс серная кислота а теперь посмотрим сколько же здесь дает силы тока переключаем наблюдаем было 100 миллиампер а где пол ампера то возвращаем обратно то есть на том электролите который я показывал изначально в точно таком же количестве объеме электролита было пол ампера а здесь на соли максимум 100 миллиампер было причем очень быстро скинулась вот и все так что прежде чем диванные эксперты будут выражать свое мнение ну вы хоть опыт то проверьте так это или нет в предыдущем видео на видео здесь все-таки был одна целая две десятых вольта там почти 1 и 3 вольта было они 09 так в пятницу я делал эксперимент значит как работал вот этот источник питания так и работает то есть кстати задавали вопрос еще вас не удивляет что от одной батарейки работает светодиод но отвечу на вопрос наверно диванных хомячков это блокинг генератор ну или паушайка называется вот в этом колпачке а это батарейка устройство собрано было в пятницу сегодня понедельник то есть двое суток она отработала и дальше продолжает работать то есть добавил сейчас лимонную кислоту к этому раствору и что мы увидели напряжение упала на 100 милливольт примерно проверяем силу тока также 100 миллиампер ну что же железо графит количество водички как в прошлом опыте а вот напряжение 0 8 вольта вместо 1,2 вольта здесь налито дистиллированная вода соль до нерастворимости и лимонная кислота раствор чистый а толку мало значит посмотрим силу тока 0,4 ампера было вот он пожалуйста и очень быстро падает то есть вообще ни о чем вернем обратного напряжения 0,4 вольта но и доберется до 0,8 вольт и смотрите как медленно восстанавливаться так что желтый электролит изначально реально рулит только диванные эксперты всякие глупости говорят никогда ничего руками не проверяют какие-то домыслы свои вваливают так что ребята практики делайте опыты и только за этим стоит правда диванных экспертов не слушайте все